1 сентября 2004 года подполковник спецгруппы ФСБ Вэмпел Олег Ильин в составе своего подразделения прибыл в Беслан, где террористы захватили в заложники свыше тысячи детей и взрослых в здании школы номер один. 3 сентября Ильин в начале операции по освобождению заложников шел в авангарде группы спецназа и был смертельно ранен лицом к лицу, столкнувшись с одним из террористов. Я не хотел бы, чтобы когда-то нечто подобное произошло еще раз, я был этому свидетелем. Мужественные наши парни бежали под огнем спасать детей из горящей школы, даже без бронежилетов. Вот как они застали, они даже не успели защититься. Они по-настоящему защищали Родину. Те люди, простые офицеры, которые приняли присягу и приехали в Беслан, чтобы хотя бы по максимуму спасти такое количество заложников, конечно же, все настоящие герои. Но есть Олег Ильин, который жил в Митежо-Озерском. Мы там везде поставили памятные доски, мемориальные. И сегодня открываем ему бюст. Поклонимся всем, кто погиб за великую, сильную Россию. Только жены боевых офицеров могут понять, каково это осознавать, что в данный момент в мирной жизни вокруг твой муж находится при выполнении боевого задания, испытывает лишения и высочайшие моральные и физические перегрузки. Вопрос безопасности и благополучия граждан своей Родины был для Олега приоритетнейшим. Бюст Олега Ильина работы скульптора Салавата Щербакова открыл Леонид Рошаль в присутствии руководства Щелковского района, главы города Щелково и родственников героя. Конечно, это очень важное событие в череде дней для нашей семьи. Ну, понимаете, прийти на кладбище – это одно. А прийти к бюсту, на аллею, куда можно прийти с семьей, во время отдыха – это совсем другое. И очень много людей живет здесь поблизости. И я думаю, что этот бюст, так же, как и аллея героев, не останется без внимания никогда. Для меня отец является большим примером. Он мой герой. Я равняюсь на него. Смотрю на поступки, которые он совершал. И надеюсь, что буду так же достоин нашей фамилии. По словам Сергея Ильина, его отец был разносторонним человеком с сильным характером и при этом трепетно относился к своим детям. Указом президента России от 6 сентября 2004 года подполковнику Олегу Ильину посмертно было присвоено звание Героя России. В поселке Новый Городок, на доме номер 2, где он жил, год назад была установлена мемориальная доска. А сегодня память Олега Ильина увековечена на аллее героев в микрорайоне Чкаловский. А после торжественного мероприятия в фойе Дворца культуры имени Чкалова состоялось открытие выставки художника Вячеслава Жиловакова, посвященной Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. У нас родилась идея, все-таки открыли аллею героев на Чкаловской, поставить все бюсты героев современности, героев России. У нас их на территории более 15 человек. Есть идея до конца их всех установить здесь, на этой аллее. Я думаю, найдутся неравнодушные люди. И, в общем-то, с Божьей помощью поставим все остальные бюсты. Сергей Дадыко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».